здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала сегодняшнее видео и серии цветочные будни я хочу вместе с вами произвести обзор своих тепличек показать какие растения в них живут и что требуется для их дальнейшего развития в нашей группе многие участники занимаются выращивание деток остаются пеньки на наращивание и на определенном этапе люди просто не знают что делать теряются например сверху выскочил корешок либо снизу из нищего горшка выскочил большой корень вытянулись листочки растения начала желтеть это в большей части относится к тем растениям которые выращиваются на пеньках сегодняшнее видео мы проведем практический обзор моих растений посмотрим в каких условиях они растут всего ли им хватает или наоборот не хватает и остановимся на ключевых моментах которые вызывают затруднения видео построим из двух частей в первом произведем обзор моей коллекции малышей а во вторую будем конкретно заниматься пересадкой разделением обрезкой и так далее начнем наверно вот с этой небольшой теплички здесь у меня посажены пеньки смотрим что у нас здесь в принципе здесь вам уху здесь опять же смотрите вот пенечек присыпан был фитоспорином белый такой налет так здесь далее еще один пенька здесь не видно к сожалению засыпало и здесь опять же вот он у нас пенечек далее смотрим ну вот этот растение давайте наверно вытащим и уделим его большее внимание плотно все у меня здесь упаковано так это антуриум лили обратите внимание вот листики у него начали желтеть но это нижние листья и особого беспокойства они не вызывают а если же допустим у вас появилась желтизна на молодых листьях то обязательно вытаскивайте растения из горшочка отделяйте его от пенька это завод здесь у меня пенечка видите это с большей вероятностью пень начал гнить и он начинает просто травить растения если даже корешков у нет у молодых растений то можно посадить их на наращивание опять же используя сварнул перлит воду кто к чему привык так эту тепличку мы проветрим и в принципе ничего с ней пока производить не будем далее еще одно у нас это у нас легендарный ред коралл как-то в нашей группе телеграм я сбрасывала фото и далее описала еще поподробнее на форуме то есть это был пенек был в обычном пластиковом стаканчике пенек нарастил деток и снизу с днище тоже росла у него детка и интересный такой был образец вот это и есть та детка которая росла из днища горшка я все это отделила и что у меня получилось так зацепился это то растение которое самое большое было от того пенька вот они два их видите уже корни начали выпрыгивать из горшочка поэтому их обязательно надо будет пересадить но так посмотрите симпатичники без проблемные скажем так пересаживать мы будем это все во второй части поэтому давайте наверно сразу отставим их стороночку но это еще пусть растет я считаю что нормально пока выглядит самая большая тепличка удобный короб на колесиках даже была бы здесь крышка вообще был бы идеальный вариант дырочек наделала для вентиляции закрыла и все прекрасно но так как крышки нет приходится пользоваться пищевой пленкой торопыга выскочил уже и так открываем давайте наверное и начнем с него вот так выпрыгивает товарищ торрик коралл скорее всего досок смотрите корешочки растел этот коралл неплохие довольно таки вот здесь тоже у нас все прекрасное пока никаких манипуляций с ним производить не стоит откладываем его сторонку далее вот это тоже большое растение это я брала маленькую детку у дочери она пересаживала одновременно несколько сортов антуриума и забыла подписать бывает у нее такое кто это такой в общем растение не знаю что за сорт но развивается неплохо как видите имеет несколько деточек маленьких пока я его пересаживать не буду горшочек довольно таки приличный для него пусть растет будем надеяться в ближайшее время зацветет и тогда уже определю что это у нас за зверюк дальше следующее растение это у нас поминго оранж тоже растение выращивается из пенька сейчас я вам покажу пенечек вот он внизу видите даже можно сказать вот можно было конечно его пересадить и подсыпать даже чуть-чуть сюда грунта но посмотрите сбоку у него вот еще одна . роста с этой стороны еще у него две точки роста поэтому пока ничего с ним делать не буду чуть-чуть наверно слегка подсыплю грунт и этого будет достаточно убираем следующее вот опять пенек так падать так пенек юты вот он сам пенек вот два растения так смотрим стоит пересаживать не смогу если вы не уверены стоит пересаживать нет можно вот так чуть-чуть здесь грунт пошевелить посмотреть если корешочки корешочки особо не наблюдается листики у нас прекрасная без пятен без пожелтения поэтому пусть еще растет отправляем сюда следующее растение еще люто тоже пенек вот он вот пенечек у нас скакивает опять же здесь посмотрим попробуем чуть-чуть убрать грунт посмотреть если корешки вот у маленького растения по моему если есть то только очень и очень маленькие далее а здесь у более взрослого растения так а вот с этой стороны сейчас я откопаю вот видите него уже довольно таки нормальные корешки я так думаю его можно наверно рассадить в крайнем случае если корешков будет недостаточно всегда у нас есть палочка-выручалочка это мог перлит вода кто к чему привык там можно отлично нарастить корешки следующее растение здесь однозначно у нас требуется пересадка в горшок большего объема среди какие мохнатенькие хорошие корешочки красота просто убираем сюда на пересадку следующее растение это мистик здесь два растения в одном горшочке уже сам выпрыгивает из грунта и здесь тоже довольно таки хорошие корешки я хочу его разделить на два растения конечно если бы этот мистик оставляла себе я бы посадила эти два растения в один горшочек чтобы пышненький хороший кустик но у меня уже есть свой мистик довольно таки большой взрослый куст и дополнительно мне не требуется поэтому давайте мы в следующем видеоролике его разделим до весны он подрастет возмужает а в дальнейшем я его выставлю в группу в чат продажа покупка и обмен растений я как думаю девочек с группы он зайти интересует следующее растение однозначно пересадка как видите растение большое корешочки уже выпрыгивает я бы выбрала горшочек побольше убираем так ну вот это вообще как то я его упустила red coral как видите здесь и сверху корней у нас достаточно выпрыгивает и снизу растут однозначно пересадка в горшок большего объема вот эти корни при пересадке я буду удалять во первых они тонкие хрупкие вытащить их конечно можно из горшка но есть вероятность что при этом вы можете нанести травму корням даже незначительные микротрещины может дальнейшем привести к загниванию этих корней поэтому это однозначно у нас идет на пересадку оп плюхнулся следующее на на пинг ну здесь что можно сказать это детка маленькая еще одно растит красавчик я так думаю особо и ничего здесь делать не надо единственное что от старые листики они пожелтели надо будет однозначно подкормить его убираем red коралл если честно не помню откуда не знаю видимо что-то разделяла и этих малышей тоже отделила поэтому я так думаю что ничего с ним делать не надо пусть дальше растет развивается следующий тоже red coral тоже малыши и вот он пень у нас здесь я думаю что вам видно пенек дал три детки вообще red coral очень добр на деток очень плодовитый сорт с листиками здесь все в порядке желтизны нет все отлично значит пусть дальше растет развивается отставляем сторонку а ну вот это тоже у нас красавчик как-то я его упустила если честно тоже корни достаточно хорошие выпрыгивает уже из горшка что снизу что сверху какой хороший кореш отек сверху однозначно это растение мы будем пересаживать горшок большего размера в дальнейшем можно будет посмотреть либо разделить его на 2 на 2 растения либо оставить большой пышный куст как я и говорила этот корень однозначно мы обрезаем кстати не бойтесь не обрезала обрезать их ничего страшного не происходит главное срезы обработать любым дезинфицирующим средством я обычно присыпаю фитоспорином уходит в эту сторону так что-то у нас здесь падает так это у нас опять red коралл но как я говорила плодовитый эти растения находятся во мху мог стать и магазины поэтому и вид у него такой не очень приличный скажем так я считаю что эти растения тоже пока не стоит трогать подкормить немного и все будет нормально пусть дальше развивается так это у нас что за зверь а написано симба тоже пень кстати это растение покупала как симба потом было много споров что это не симба пришли все к выводу что это скорее всего пандола white но здесь как видите тоже вот молодое растение появилась листик немножко пожелтел пока его трогать не будем однозначно пойдет на подкормку в эту так это у нас сэнса тоже пень как видите здесь несколько растений растения небольшие горшок довольно таки нормально для этого растения пожелтение на листьях как не наблюдается поэтому пусть дальше растет будем его трогать и здесь у нас почему-то как-то в эту тепличку у нас попал спирит который растет на фитиле как видите развивается растение неплохо здесь вот молодые здесь боковые у нас побеги появились я так думаю пока его трогать не стоит пусть растет дальше листики как видите без пятен значит с корнями у него все в порядке да в принципе она и так видно что у него скорее в порядке он какие лопухи есть немножко подсох надо будет обрезать так убираем так а это ванила не помню откуда она такие прям малыши до вспомнила это я у знакомые разделяла куст помогала и и там прям кучкой вот растет вот эти растения но высотой не были наверно меньше сантиметра хозяйка хотела их выкинуть так как посчитала их не перспективными я забрала вообще ванила кстати очень такое растение непривередливая неприхотливая по моему растет любых условиях вот взяла посадила мог опять же магазинный такой страшненький но однако же растут развивается посмотрите неплохо конечно можно было бы их поразделять на отдельные горшочки но на стеллаже у меня только верхняя полка скажем так рабочая для малышей то есть освещение хорошее в ней и там и так все заставлено поэтому сейчас вот разделе будет еще пять десять горшков куда я буду ставить они куда поэтому пусть растет дальше буквально еще сантиметра на два-три подрастет тогда наверное я его и пересажу пока не будем трогать ревизию тепличек мы с вами произвели растение в этой емкости не нуждается в нашем вмешательстве поэтому отправляется дальше в тепличку а с этими растениями мы еще будем работать предвижу комментарии которые последуют после выхода этого ролика например вот про это растение ох зачем вы его разделили надо было просто перевалкой пересадить в большой горшок да я согласна перевалить его в горшок большего объема это самый идеальный вариант но все эти сорта они уже есть моей коллекции это большие взрослые растения поэтому оставлять не дополнительное еще горшочки с подобными сортами нет никакого смысла поэтому я их разделю весной они подрастут когда окрепнут выложу в наш чат продажа покупка и обмен растений я так думаю эти сорта девочек заинтересует если вы хотите предложить свои растения либо вас заинтересовал тот или иной сорт пожалуйста вступайте в наш чат телеграм продажа покупка и обмен растений ссылочка будет в описании к видео встретимся во второй части всего вам доброго